Приветствуем Юрий Кагарин бизнеса Гринлиф, Виталий Александрович Бугров, Бугровик, директор бизнеса. Нет, это прям еще прям поактивнее, потому что это Виталий, за которым мы идем. Между прочим, самый известный ютуб-блогер нашего бизнеса. Новости в мир, здравствуйте! Я первый раз в Новосибирске, и опять благодаря этому бизнесу, не знаю, когда был бы, но сейчас могу с уверенностью сказать, что минимум раз в год мы сюда будем приезжать, потому что видим какой-то большой регион, в котором очень много разных сетевых компаний, и по закону по ретро, кто не знает, 80 на 20, 80% людей всегда находятся в поиске. И, как я всегда говорю, что у нас все только началось. Не начинается уже, а началось. Я расскажу небольшую историю и буду пример проводить со спортом. Кто не знает, я в 9 лет начал заниматься боксом, стал мастером спорта по боксу, по юниорам, по мужикам потом подтвердил. Есть же в зале спортсмены, кто вот кандидат мастера спорта, там или, ну ладно, без первый разряд, там, да? Кстати, я недавно узнал, что у нас Илья Максименко, кандидат мастера спорта по какой? По акробатике. По акробатике? Вот. На самом деле, жизнь такая штука, я всегда привожу пример, что вся жизнь игра, да? Вот я играл с 9 лет доиграл до мастера спорта, и сразу хочу привести пример. Когда мы пришли записываться на бокс, с нашего класса пришло 14-15 ребят, да? Через 3 месяца осталось, помню, где-то 6 человек, через год я остался один. Соответственно, да, стал, выполнил первый разряд, кандидат мастера спорта, стал мастером спорта. Как помню, первый бой я свой проиграл, даже второй проиграл тоже, ну. А так, ну, кто в спорте соображает, как бы немножко, у меня 96 боев и 82 из них я выиграл. Да, и, как говорится, да, чтобы попасть там на определенный уровень, должны пройти разные региональные, да, как говорится, соревнования, потом ты едешь, ну, дальше уже продолжение региона. Я много было раз в Петербурге, на Урале, дальше в Перми не ездил, ну, так же был во всех странах СНГ. И в 97-м году я был в Китае, мы были 21 год, 21 день. Это было показательно, первый раз сборную Московской области перелезли в Китай в 97-м году. Ну, и так получилось, что, конечно, я, ну, там не было такого отдыха, потому что ты знаешь, что каждый день ты вечером выходишь и боксируешь. Ну, и почему-то у меня тогда возникла еще мысль, что я сюда приеду в Китай и не один раз. То есть в компании Green Leaf мы были уже 6 раз в Китае, на фабриках, заводах. Ну, в принципе, что хочу сказать, да, история, как у всех, детский сад, школа, да, ГПТУ. ГПТУ. Потом я, значит, так как уже был мастер спорта, и многие вузы, я учился МГУ, БС, набирали именно мастеров спорта для всяких экзаменов, чтобы они именно были на этом там факультете. Вот таким образом я попал. Сразу хочу сказать, я по жизни был, ну, как бы двоечником. Ну, двоечником. Литература и стихи у меня вот 4-5 всегда было. Романтика. А, и математика 4. 4 была по математике. Палки, блядь. Вот. И к чему я это все говорю? То, что, действительно, вот сейчас я уже делаю такой вывод, что если вы бьете в одну точку, в одну точку, у вас обязательно все получится. У кого-то раньше, у кого-то позже. Да, и так получилось, что я нигде никогда не работал. Вот по найму нигде не работал. Когда мне было 22 года, наш институт был рядом, был Рижский рынок, и я познакомился с ребятами, которые там работали. Они сказали, давай, выходи, субботу, воскресенье, там, ну, типа, приторговый, тебе же деньги нужны. На самом деле, раньше в спорте, это сейчас вот стало много коммерции и так далее, ну, не очень было много, как говорится, денег. И так получилось, что субботу, воскресенье я зарабатывал за одну сгусы больше, чем родители получали. Ну, грубо говоря, тема обычная, да. И так получилось, что буквально месяц я поработал, и через полгода у меня было 5 торговых точек уже своих на рынках Москвы. Рижская, Пражская, Савеловская, Митина, Горбушка, ну, кто знает эти рынки, да. И вроде было все классно, денег было много, каждый день гуляли, отдыхали, говорится, молодость. В 5 утра приходили, в 8 уже вставали. И тогда я стал задумываться, в основном у меня на точке стояли мои знакомые друзья, ребята, да, я говорил. И так получилось, что один раз я поймал одного, что, ну, ворует, да, человек. А я ему говорю, а что ты воруешь, вроде нормально там получаешь. Говорит, ну, вот, я вот узнал, где ты там вот одну вещь берешь, я заказал такси, съездил и заработал там в 5 раз больше. Вот как бы вот, вот, как говорится, плакал, извинялся. Ну, и такое было не раз. Я очень добрый и мягкий человек, я всех прощаю. Я стал задумываться, где бы найти такой бизнес, чтобы сделать, никто тебя никогда не обманывал, и сделать так, чтобы потом, как говорится, был пассивный доход. Я еще тогда не знал, что это был пассивный доход. Оказывается, это однажды сделанная работа приносит тебе прибыль вновь и вновь. И уже бизнес начинает расти без твоего участия. И стоя на рынке, я начал читать разные книжки. Мне пропалась такая книжка, это был 2003 год, да, что оказывается, где-то там, далеко в Америке, есть компания на букву А. Вот, я читал, я все вот это учил. То есть сетевую индустрию меня никто вообще не приглашал, ни разу не приглашал. И когда раньше были объявления в газете, что вот приходит такая компания, я увидел в газете объявление, съездил, мне все заинтересовалось. Ну, я так был, как всегда, ну, все сам делал. Я не слушал спонсора своего, да, спонсора. Многие не знают, что такое спонсор. Спонсор – это тот человек, который вас сюда пригласил. Он, может, вас пригласил сам в бизнесе один или два дня находится, или, может, неделю, или даже месяц. Но всегда есть вышестоящий активный лидер, да. Вот вы все находитесь здесь в группе, так сказать, Елены, да, большинство. И все, в основном, Светлана Пополевой, да, и сразу еще параллельно у нас уже есть группа, потому что бизнес расширяется. Но мы все в одной команде. И что хочу сказать. Вот, как я выступал, в начале у нас, когда мы узнали об этом бизнесе, вообще информации было мало. И каждая компания имеет свое развитие. Есть компании, которые развиваются 5, 8, 10 лет. То есть вот у нас сейчас, представьте, что все только, вот я говорю, начинается, только началось. Вот представьте, здесь сидит третий город по величине, да, Новосибирск. Москва, Питер, Новосибирск, да, 3 миллиона, да, население. И представьте, вот у вас, ну это маленькое количество людей, и то есть здесь есть многие люди, кто вообще прямо из самого Новосибирска? Ну, по процентов 40-45, ну 50 пускай. То есть представьте, остальные все люди, как был перечень из Сибирска сегодня, да, из разных регионов. Это говорит о чем? Что поле свободно. И те люди, кто сейчас примут решение, то представьте, что еще в ваши команды придут люди, которые вот где-то ходят сейчас на улице, и они будут первыми долларовыми миллионерами. Они будут в ваших командах. Вот можете похлопать, если вы в это так делаете. Ну и что получилось дальше? Да, я нашел эту компанию, да. Потом я понял, что надо ездить, обучаться. Я помню, ездили, еще не была эта компания у нас в странах СНГ, ездили обучаться в Венгрию. Помню, там, чтобы съездить на 3 дня, где-то 2000 долларов было. Тоже немаленькие были деньги. Вот. Это я к чему говорю? Что на всех мероприятиях, где они будут приходить обязательно, нужно ездить. Зачем это нужно ездить? Потому что вы не знаете, на кого вы среагируете. Сетевой маркетинг, по-русски, это сарафанное радио. Многие не понимают. Сетевой маркетинг – это американское все слово. По-русскому это сарафанное радио. И многие люди не понимают. То есть вы даже сами не поймете, на кого вы среагируете. Вот. И что получилось дальше? Дальше мы ездили, было много обучений. У меня тоже не сразу все получалось. В той компании на букву А. Первый человек я зарегистрировал спустя 6 месяцев. То есть, представляете, некоторые говорят, вот я тут месяц нахожусь, два, у меня еще ничего нет. Кто-то на неделю говорит. У меня полгода не было человека. Первого. Но потом я еще буквально за три месяца закрыл первую квалификацию, которую люди до конца жизни не закрывали. Это говорит о чем, да? Пример сразу привожу. Пример с бамбуком, да? Мы сеем бамбук. Он может и с разной сорта. Год, два, три, четыре, пять не расти. Потом за несколько дней там, да? Вырастает аж там по нескольких сантиметров. Вот. Это то же самое можно привести и про людей. Просто мы это, ну, как бы не очень так воспринимаем. Но все примеры жизненных можно приводить к нам. И что получилось дальше, да? По сравнению, допустим, что сейчас есть, да? И раньше тоже была определенная квалификация. Много раз ездили, не много, ездили разные путешествия. Там у меня было порядка двух тысяч человек. Команда. Максимальный чех там был в районе, может, 150 тысяч рублей максимум. Вот. И смысл в том, что в дальнейшем, ну, у каждого... Есть люди, у кого не первая это сетевая компания, а кто-то, может, в другой компании находится. Вот это, вот именно компания квалификация, седьмая моя компания. Это не говорит о том, что... Некоторые говорят, вот, ты что там бегаешь из одной компании, другую, третью, так далее. Когда вы уже начинаете понимать, когда вы начинаете разбираться, да? Все классические компании имеют один маркетинг, линейный. В дальнейшем я узнал, что есть компании бинарные, есть линейные, есть гибридные. Это у нас гибридные компании, да? То, что здесь несколько видов вознаграждений. И у нас на сегодняшний день самый современный и, так сказать, прибыльный маркетинг-план. Плюс товарищи составляющие, которые нет ни у кого, у нас мы можем приглашать сюда традиционных предпринимателей. Где не надо вкладывать, я тут слышал, да, перекличка была, где-то кто-то хочет там вложить, там, миллион, десять, двадцать, пятьдесят миллионов, да, рублей. И потом, да, открыть. А вот есть у вас там статистика, сколько вы будете там зарабатывать? И все вот сейчас такое современное направление франшизы, франшизы в основном зарабатывают те, кто открыл эту франшизу. Вот, то же самое. Самый лучший бизнес, поверьте мне, вообще любому человеку, это все его маркетинг для девяносто девяти процентов обычных людей. Если у вас нету лишних там миллионов долларов, то самый лучший бизнес, это именно сетевой маркетинг. И самое лучшее, это выбрать компанию. Я тогда мечтал, где бы найти такую компанию, чтобы было свое производство, чтобы было много товаров, но товар был, чтобы подешевле, как на буква. Я нашел такое, у нас этот товар до сих пор, вот, кстати, мы тут, я ролик уже, кто видел, ходил, тут есть эти товары, которые привозят с других стран, потому что компания на букву, а, так получилось, ушла с рынка, со многих рынков, в том числе и России, и мы видим, что наша продукция в 35 раз дешевле. А по качеству я даже, ну, не буду говорить, пускай одинаково. О чем я-то говорю? То, что кто ищет, тот найдет. И однажды у меня еще такая мысль, вот, в принципе, у есть кого-то книга мечты, старая такая книга, она говорит о том, что вы должны все свои цели, мечты записывать. Многие вот люди даже не, ну, не смогут записать, вот вам сейчас, если сказать, напишите 100 пунктов, что вы хотите. Максимум 10, 20, 30 напишут. Вот вам задание вечером, придите домой, возьмите тетрадку, лучше потолще, и напишите 100 пунктов, и оставьте место, знаете, для визуализации, клейте картинки. Кажется, это смешно, но это работает. Если кто-то здесь, я не знаю, может, есть кто-то даже пульсы какие-то проводит, вот, то воспользуйтесь этим моментом, это действительно работает. И тогда у меня раньше зародилась такая мысль, где бы найти еще такую компанию, чтобы быть первым. Первым. Но я сразу хочу сказать, первым имеется в виду, я говорил не то, что прям первым, да, мысли, они как бы, может, я не так как-то загадал и так далее, но на самом деле у меня также есть спонсор, также есть спонсор, да, как я нашел эту компанию? Мне позвонила женщина, да, я потом, как понял, она не прям такая сетевика была, мы с ней хотели зайти, она была в одной из вот этих семи компаний моих, и сказала, что, Виталий, есть такая информация, посмотри, я говорю, ну, скидывай. А я всегда все рассматриваю, сейчас даже рассматриваю, мне скидывают, но сейчас в основном те люди, когда мне скидывают, они потом становятся нашими партнерами. Я говорю, скидывай, посмотрим. То есть товарная компания, не крипта, не пирамида, ничего, товарный рассматриваю, скидывай. Просто надо знать, как говорится, своих, ну, не конкурентов, конкурентов у нас нет, просто какие маркетинги появляются, просто мне интересно, какие продукты заходят, сколько стоят, вот. И та женщина сразу мне не давала информацию, не было информации, как Илья говорил уже, да, ни видео, ничего. Потом я узнала, почему ты мне сразу не давала информацию, она говорит, а вдруг ты куда-то зарегистрируешься. Я говорю, куда зарегистрируешься, нету, ну, нету, ну, давай. И потом она мне познакомила, да, с человеком, который все подробно рассказал, уже более-менее стало ясно. Оказалось, что у нас даже есть кофе с Москве, вот, в который я сразу же поехал. И когда, это тоже отдельная история, сейчас подробную не буду говорить, вот. И потом, что хочу сказать, что вот в этом зале находится не прямо прямой спонсор, а чуть выше стоящий спонсор, от которого появилась вот та женщина. И что хочу сказать, вот человек просто посеял семя, и сейчас вот, представьте, да, вот это, то есть я одна из групп этого человека, и этот человек только на пассивном доходе имеет несколько сот тысяч рублей за однажды проделанную работу. Я хочу поприветствовать, похлопать, это из Улан-Удэ, Хонда, Хонда, один из настоящих. Хлоперов, да, не редко когда видно, но на самом деле у каждого человека, да, кто-то вот так получилось, почему я всегда говорю, что один из активных людей, то есть если бы, ну я уже так говорю, если бы, допустим, меня бы не было, может какая-то уже была бы другая история этой компании, другая была бы история компании. Но одной из, как говорится, таких вот историй есть то, что эта компания могла уже уйти с рынка России, потому что, как потом я узнал, когда я приехал в офис, буквально оставалось план китайца, если в течение еще месяца компания не разобьется, мы уходим с рынка России, то этой компании не было бы в наших странах. И их не было благодаря, не было бы ее, если бы не пришли вы, все вот люди, кто организаторы этой встречи, да, потому что с появлением ваших лидеров компания начала бурно развиваться и продолжает развиваться. Похлопайте вот всем лидерам вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И что-то хочу еще сказать. Раньше я тоже, да, думал, вот кто такие люди, кто зарабатывает миллион, там, рублей. Миллионы рублей в сетевом маркете. Я прям думал, как это, что-то. Ну, я видел этих людей, видел их на мероприятиях, я их видел вот в таких же залах. Да, если у нас мероприятие, допустим, сразу же хочу сказать, у нас будет пять лет официального открытия скором маркете. Дата примерно еще, ну, неизвестна, где-то конец августа. Вот. И я вам советую, как будут известны даты, брать билет не только себе, минимум еще пять билетов, чтобы взять новичков куда-то, чтобы они увидели. Это будет у нас минимум, зал в этот раз где-то тысячи, может, до трех тысяч человек. Я так думаю, полторы будет точно. И вы увидите масштаб уже этого бизнеса. Вы увидите лидеров, которые в нашем бизнесе зарабатывают, сразу хочу сказать, я не лучший вариант, есть люди, кто зарабатывает в нашем бизнесе три, пять, и более десяти миллионов рублей в месяц. Уже сейчас вот у нас, в нашем бизнесе. Да? Здесь не надо судить, знаете, как вот, я сейчас вообще не зарабатываю, кто-то зарабатывает. У каждого свой разный пункт. Но если вы не бросите это направление, значит, а что бросать? Сегодня вот Саша Мальков классно показал пример. Я всегда вот, знаете, когда вот, говорю, у тебя есть какой-нибудь опыт с теломаркетингом? Он говорит, нету. У меня получится, не получится. Я говорю, у тебя есть два знакомого человека, кто чистит зубы, умывается, стирает. Если это женщина, и прокладка женский носит. Есть? Конечно, есть. Я говорю, все, у тебя получится. Давай 30 минут, чай, кофе, я тебе сядем, все расскажу, покажу. То есть, назначайте время, рассказывайте. И поверьте, есть статистик, из 10 человек, у вас минимум 1-2 подключатся, там и 2-3 станут нашими потребителями. Если вы умеете рассказывать, для этого есть спонсор. Сейчас масса этих всяких кафе. Рассказывайте. Если человек живет в другом регионе, запишите коротенькое видео, на 10 минут общую презентацию, концепцию и отсылайте это видео. И, знаете, я вообще не люблю никогда не хвастаться, там ничего. Илья, кстати, сказал, купил машину, и, кстати, я тоже рассматривал другую машину, но он так вот сказал, что я купил такую же, мы купили Voyifree, но уже более новей марки, последовательный гербит, классная машина. Да. кстати, если сейчас есть возможность покупайте китайские машины через параллельный импорт, потому что сейчас неизвестно, что будет дальше, чем дороже машина, тем выгоднее будет как бы купить. В салоне сейчас такая стоит минут где-то 8 с половиной, через параллельный импорт, круглого говоря, 5 миллионов купить. Классная машина. интересный такой слайд, вот просто, у нас в компании 11 видов вознаграждений, путешествия, недвижимость, я еще раз говорю, я не самый лучший вариант, и это не все бонусы, это бонусы идут пассивно, это что такое бонусы? Когда после подключения, кто не знает, бинар мы купаем стартовый набор, это разовые бонусы, которые уплачиваются 12 часов на следующий день, но самые большие у вас деньги будут потом появляться, когда у вас будут команды, которые чистят зубы, умываются, стирают, а это делают люди каждый день. Девушки у нас все красивые, они красятся, мажутся, мы тоже красимся, кстати, мажемся, вот, сейчас у нас будет одежда, пуховики, женское направление, вместе уже выставили там это белье, вот допустим, полностью у нас морвизия, не знаю, кому нравится, не нравится, костюм, все именной, Виталий, галстук, морвизия, ботинки, морвизия, трусы, морвизия, носки, пока здесь не партнер, не стесняйтесь, просто не партнер, вы еще думаете, там и так далее, вот смотрите, у нас бизнес, где выплачивается все виды вознаграждения, чуть-чуть сейчас вот еще так затрону, да, начинается с стартового набора платина 28900, то есть смотрите, в один раз жизни, еще раз говорю, не смотрите на другие компании, каждая компания, это разная игра, у нас игра Гринлифт, мы вас приглашаем в эту игру, в какой там другой компании, кто-то говорит, у нас нет вообще входа и так далее, ну, поверьте мне, в каждой компании есть какие-то обязательные закупки, как тоже говорил Александр, где-то 10 тысяч, где-то больше, где-то меньше, вот, у нас эта сумма гораздо-гараздо меньше, смысл в том, смотрите, человек один раз в жизни, один раз в жизни, зарегистрировался, 28900 заплатил, я когда зарегистрировался, в первый месяц я ничего не заработал, ничего, вообще не заработал, на второй месяц я заработал 24325 рублей, на третий месяц я заработал 176 тысяч, как раз уже пришел, я Максименко, Светлана, Ополево пришли, я зарабатывал 176 тысяч рублей, на пятый месяц, я как помню, 300 с чем-то 90 было, вот это 4 года прошло, и вот в том месяце один из видов дохода был 2 миллиона рублей, много это или мало, я не знаю, вот много или мало, вот пройдет, смотрите, сегодня 24 год, 13 апреля, через 4 года будет 28 год, 13 апреля, я думаю, будете все в здравии, в хорошем, но что у вас изменится, я не знаю, даже если вы будете дополнительно, кто-то на пенсию пойдет, пенсия какая вы знаете, а если вы будете дополнительно зарабатывать 100 тысяч, 200, 300 тысяч, я знаю, что такие деньги для предпринимателей, когда скажешь предпринимателя, он говорит, а что ты делаешь, вот просто деньги идут, идут, доход растет, и все, я просто ездю по городам, рассказываю, все вот это, как я начинал, как показывал, все, ну иногда регистрирую новую группу, классный же бизнес, это является пассивным доходом, пассивный доход, почему, потому что, когда люди регистрируются, они, вы их, грубо говоря, ну я так может как бы выражусь, так, ну не хорошо, мы как бы их подсаживаем на нашу продукцию, правильно, подсаживаем, потому что, это такие же баночки, только китайские, но они лучше, чем вы их купите в магазинах в мосмаркете, и самое главное, наш главный товар, это не вообще не товар, не чистящий, у нас главный товар это бизнес, бизнес, но у нас не какая-то там финансовая пирамида, понимаете, если кто в торговле есть, то в любых товарах, а не в продуктах питания бывают накрутки и 100, и 200, и 300 процентов, мы сотрудничаем с Китаем, ниже цен Китая нет, согласитесь? в принципе, что я хочу сказать, завтра будет у нас очень важный день, очень важный день, где мы будем рассказывать, как можно, как начать зарабатывать, и если вы еще не планировали завтра вот прийти, или вы думаете, я сейчас послушаю и так далее, сегодня это просто водная часть, история, да, чтобы вы не смотрите ни на меня, ни на Светлану, ни на Илью, ни на Лену, вы просто сами проанализируйте, пройдет 5 лет, что будет? Вы также будете чистить зубы, умываться, стирать, куда вы будете эти деньги носить? Классная фраза, деньги приходят через людей, чтобы заработать деньги, что вы можете дать такое полезное людям, если вы что-то можете дать им, да, вот кто-то говорит, я хочу открыть какой-то там бизнес, ресторан, что-то еще, но везде нужно вкладывать, но что получается, это в основном все равно идет одноуровневый бизнес, а здесь любой человек может просто поменять одну привычку ходить не в Ашан пятерочку, какие-то магазины, а ходить компанию Гринлифт. Из того ассортимента, что у нас уже есть продукции, в Китае более 6 тысяч товаров, у нас на российском рынке сейчас где-то 400 номинований товаров, и товар постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. И вот этим товаром вы можете поделиться со своими близкими, знакомыми, и еще сказать, что здесь ты можешь зарабатывать и стать успешным. я вас всех еще раз хочу поздравить, запомните этот день, и Гринлифт действительно рулит, и все только началось. АПЛОДИСМЕНТЫ